В ночь на 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС прогремел взрыв. Со всего Советского Союза были призваны инженеры, военные, солдаты, повара для организации работы по ликвидации последствий, в их числе и жителей Экибастуза. Петр Васильевич тогда уже был отцом троих детей, успешным работником местной ТЭЦ, и строил планы на ближайший год. Но эти планы были нарушены. «Пришел я домой. У меня трое детей. Самый старший сын. Папа, я за тебя расписался. Я говорю, где? У повестки. Вот повестка мне пришла, но меня дома не было. Сынок обрадовал папу. Папа, я за тебя расписался. Я говорю, где? У повестки. В армию тебя забирают. Долгие месяцы Петр Васильевич работал на месте аварии. Помимо сильной тоски по семье и дому, ежедневно участников ликвидации преследовал страх за жизнь и здоровье своих товарищей. Когда у нас обеседование ездили в Павлодарах, у нас было два автобуса с Экибастуза. Два лаза – это примерно 60 человек. И туда поехали, когда в Павлодарах. Двоим сказали, вы можете оставаться дома. Но они сказали, мы хотим участвовать в ликвидации на Чернобыльской АЭС. Вот это вот из Экибастуза, при мне я вам говорю, что я знаю лично. Два человека после Павлодара могли бы не поехать, но они по собственному желанию поехали. Однако по приезду домой некоторых ждало разочарование. Последствия аварии были не только на станции, но и в семейных отношениях ликвидаторов. После Чернобыля жена сказала, ты для меня чужой. И я сел на Москвич и уехал из квартиры. Вот такое. А так ничего. Все нормально, с детьми нормально. Несколько раз женился. Сейчас вот с этой женой уже живут третий десяток. Ну, жить можно. Все нормально. Пенсия нормальная. Здоровья только нет. Вот это жалю. В свои 72 года Петр Васильевич не жалеет о том, как сложилась жизнь. Часто он вспоминает события тех лет, но поменять в своей судьбе ничего не захотел бы. Размышляя о возможных вариантах развития событий, он отмечает, что навряд ли смог бы отказаться от этой работы. Вы знаете, я вообще-то, вот это некоторые говорят, патриот. Так что я сомневаюсь, что я бы тоже. Это я герой, потому что прошлое уже прошло. И, конечно, мне так не хотелось болеть раком. А мне рак крови. Это чернобыльская болезнь. А так я считаю, что вот даже в другой раз задумываюсь, есть такие вещи, которые люди на образуры садились. Мне кажется, я бы не задумываюсь, чтобы за кого-то пошел бы. Сегодня общественное объединение «Союз Чернобыль» продолжает деятельность в Экибастузе. Участники ликвидации поддерживают друг друга в сложных жизненных ситуациях.